Боксерский ринг, теннисный корт и футбольное поле. Все это под одной крышей. В экспофоруме прошла 11-я по счету выставка «Выбираю спорт». В этом году площадка собрала около 90 федераций, школ и секций. Выбирая здоровый образ жизни, надо определиться и с видом спорта. Участникам ежегодной акции в экспофоруме представилась уникальная возможность. Здесь работали 80 площадок. Школьники могли попробовать себя в разных видах спорта и выбрать секцию по душе. Вариантов десятки – от футбола до шахмат, от бандбинтона до исторического фехтования. Санкт-Петербург называют культурной столицей, северной столицей, футбольной, балетной. Но вы видите, что спорт в Санкт-Петербурге находится на самом высоком уровне. Поэтому Петербург и спортивная столица. Изюминка центрального района – акробатический рок-н-ролл. Спортсмены постоянно занимают первые места на международных турнирах. Сейчас решается вопрос о включении этого вида в олимпийскую программу. Тогда и финансирование будет другое. А для тех, кто просто хочет вести здоровый образ жизни, в районе работает сеть спортивных клубов «Перспектива». Там есть бесплатные секции по дзюдо, тэквондо, танцам, борьбе, тяжелой атлетике. Также в мечтах у жителей – развитие самого популярного вида спорта – футбола. Но среди дворцов и памятников с мечом не побегаешь, сетуют жители центрального. В плане нет земли, в принципе. Если бы был хоть клочок свободной земли, конечно же, приоритетным направлением – это строительство нашего собственного стадиона центрального района. Потому что как такового полноценного стадиона мы не имеем. Естественно, такой вид спорта массовый, как футбол, он происходит только в Таврическом саду у нас, но там не полноценная площадка. Поэтому мы, конечно, хотим всеми силами найти это место, но на данный момент это не происходит. Самые спортивные районы города получили награды. Бронза досталась Адмиралтейскому, серебро – Пушкинскому. А равнение стоит держать на Московске. Туда отправилась золотая медаль.